Всем привет! Меня зовут Алла Кичиджан. Поскольку у меня фронтальная камера работает не очень, то я буду вам показывать просто картинки и говорить. Сегодня я хотела бы поговорить о том, чем бездействие отличается от действия, и почему, когда человек... Ну, часто так происходит, когда мы говорим себе, что я сегодня не буду ничего делать, а получается, что вы тут же и находите себе занятие, которому, ну, прямо-таки рады. Вот еще новогоднее убранство здесь, в отлете, и практически нет снега, потому что его хорошо чистят. А вообще, посмотрите на крыши, сколько снега. Итак, я говорю, сегодня я совсем ничего не буду делать. Потом я хватаю камеру и записываю для вас видео. И кто-то говорит, сегодня я ничего не буду делать, но берет книгу, которую давно не мог прочесть, и ее читает. Кто-то говорит, сегодня я не буду рассылать свои резюме, или делать презентацию, или писать проект. Ну, вы понимаете, о чем. Или я не пойду ни за что сегодня играть с ребенком. Вот, мне это надоело все, и готовить я тоже не буду. У всех разные не хочу, не могу, не буду. И что происходит с психикой, когда вы так говорите? Объяснение, я надеюсь, что не сильно камера задувает, микрофон. Объяснение здесь достаточно простое. Но оно простое теоретически, а делать это на практике довольно сложно. Все время осознавать эту взаимозависимость. Как только вы говорите, ничего делать не буду, вы исключаете возможность поражения. В риксоновском гипнозе, во время терапевтических трансов, этот подход самый эффективный. Вы разрешаете клиенту или пациенту ничего не делать. Ну, в психотерапии это пациент, а в психологии это просто клиенты в коучинге. Ничего не делать. И тогда, поскольку у человека, который к вам пришел за помощью, и так уже есть какая-то неразрешимая проблема, и об этом вы можете прочесть в книгах по эриксоновскому гипнозу у кого угодно, у дочери, в Эдди Эриксон, дочери Милтона Эриксона, у последователей его в России, у Гинсбурга, у Яковлева, у Гордеева. Все эти технологии очень хорошо объяснены. Но самое главное из них, когда вы начинаете чеком прорабатывать проблему, самое главное, разрешите ему ничего не делать. И значит, вы убережете его от поражения, от какой-то очередной неудачи. Иначе все может пойти не по плану, поскольку человек подумает, что, ну, психика его, его бессознательная, подумает, ну вот еще сейчас у меня что-нибудь не получится. Также это работает при изучении всего нового, при изучении иностранных языков. И вы знаете, что я ищу возможности, как сделать более лайтовым, таким быстрым и легким для нашего сопротивляющегося подсознания обучение в том числе иностранным языкам, не только обучение заново действию и состояние беспомощности. Но этому тоже я учу. Но когда при изучении иностранных языков очень-очень важно также не загонять ни себя, ни учеников, а просто говорить им, что вы можете ничего не делать, можете делать, можете не делать. И войдя вот в этот легкий транс или самый гипноз, который является базой для сотрудничества учителя и ученика, терапевта и пациента или клиента, и тогда дело пойдет на лад. То есть разрешите себе сейчас выдохнуть и ничего не делать. И вы увидите, как на вашем диске освободится место, ваше подсознательное успокоится, потому что угроза неудачи, как я уже говорила, отступит на задний план. Спасибо за внимание. С вами была Алла Кичиджан. КОНЕЦ